Всем привет! Продолжение урока про отладку игр в Roblox Studio. Посмотрите обязательно первую часть, это длинная, очень подробная. И я рассказываю там так подробно информацию, которой нет на сайте. Про дебаггинг в Roblox Studio ваших игр. Очень полезный урок для тех, кто хочет серьезные и продвинутые игры писать. А эта часть будет очень простая, но полезная тем не менее всем. Пользуясь случаем, я хочу обратить внимание вот на эти шилдики. Смотрите, на этот шилдик нажимаем. Если у вас игра паблишит, опубликована, то вам предложат меню. Вы можете сразу поделиться ссылкой в нескольких социальных сетях. Или скопировать ссылку на вашу игру. Вот когда вам нужно срочно с кем-то поделиться. Так, и вот этот шилдик обратите внимание. Вот с new, если нажмете, там будут последние новости, что в Roblox реализовали. Итак, возвращаемся к тестированию нашей игры. Вкладка тест освещена этому. Давайте я расскажу подробно, какие здесь есть режимы. Итак, с кнопкой play вы, наверное, знакомы. Но знаете, что есть стрелочка вниз небольшая под кнопкой play. И можно выбрать режим. Play это обычный запуск. Кстати, можно пользоваться кнопкой F5 для быстрого запуска вашей игры. Чем отличается play от play here? И видите, еще цвета разные. Дело в том, что в Roblox Studio зеленый цвет, буквально везде, я сейчас объясню, обозначает сервер, серверную часть. Какую-то удаленную, которая далеко находится где-нибудь в Америке. А вот светло-синий и голубой цвет, это означает клиент. Клиентские. Запуск клиентских приложений. Когда мы нажимаем play, давайте я нажму. Мы сейчас, вот видите, уже голубым цветом обведено это окно. И мы видим в окошке output два сообщения. Тоже каждое сообщение помечено. Зеленый цвет означает, этот принт был выполнен из обычного скрипта, который находится на сервере. А голубенький цвет выполнен из локального скрипта, который находится у нас, ну где-то вот в Starter Player, в Starter Character. Вот здесь локальный скрипт, а здесь, например, глобальный. Так что по цвету вы сразу уже можете узнать, откуда у вас идет печать. Плюс у нас окно было обведено голубым цветом, это означает, что сейчас мы играем. Так, а давайте попробуем второй режим. Play here. Так, ну во-первых, play here, он отличается от play, то, что у вас игрок спавнится не на спаун-точке, и не в центре игры, а в том месте, на который у вас, который у вас сейчас по центру экрана. Ну давайте выберем play here и посмотрим, что же произойдет. Все произошло как и раньше, только я, ну точнее мой аватар появился не в центре вашего play, а вот там, где у меня камера смотрела. Ну и давайте последний вариант рассмотрим, просто run. Run это запускается, уже видите, зеленая рамка, зеленый цвет, как вы помните, обозначает сервер. И мы видим в output window только принт сервера. Почему? Да потому, что у нас игроков нет подключенных. Мы можем также летать, в принципе, ваздом над нашей игрой. Можем смотреть, как вообще сервер у нас работает, когда в нем нет ни одного игрока. Иногда это быстрее для отладки, например, если вы не отлаживаете сейчас игроков. Так, ну давайте дальше. Давайте запустим опять стандартный режим play и посмотрим на следующую кнопку. Так, голубой цвет, как я напоминаю, клиент. И вот у нас на кнопке написано current, это значит клиент голубого цвета. Нажали на эту кнопку, появился здесь зеленый цвет и зеленое окно. Так что мы, в принципе, нашего игрока видим, но мы можем со стороны на него посмотреть, можем подлететь. Далее, когда у нас режим просмотра сервера, мы можем увидеть серверные вещи. В том числе те скрипты и те данные, ну например, из DataStore, которые доступны только на серверной стороне. Если мы нажимаем еще раз, возвращаемся к клиенту, то здесь мы уже перестаем видеть те данные, которые недоступны игрокам. Это вот, кстати, хорошо может понять то, как работает система клиент-сервер. Что видно игрокам с локальными их скриптами и что видно серверу с их просто скриптами и модульными скриптами. Так, ну пауза, это понятно, приостановить и можно продолжить с этого же места, чтобы у вас компьютер, наверное, не перегревался. Стоп полностью останавливает наш плейс и уничтожает все созданные парты, детали и так далее. Все изменения, все возвращается в первоначальный вид. Дальше смотрим, что у нас еще здесь есть. Следующая кнопка Start. И нарисован значок, напоминает сетевые какие-то устройства, сеть и сервер. Смотрите, если вы создаете вашу игру в тиме, значит в команде, то у вас здесь есть в этой вкладке не только локальный сервер, но у вас есть еще вкладка, называется Team Test. Здесь будет Team Test. Это означает, что один из вашей команды, например, вас 5 человек делает игру в Роблоксе, может выбрать Team Test и запустить, нажать Start и у него создастся сервер. К этому серверу потом смогут подключиться все члены вашей команды, которая создает игру. Как они будут подключаться? В этот момент у них здесь появится кнопка Join. На эту кнопку Join можно будет нажать и присоединиться к общему серверу. Так что вы будете видеть друг друга, можно будет как-то отлаживать вашу игру для многопользовательских каких-то целей. Вот так. При этом можно, конечно, включать эмулятор. Но эта кнопка Mute, она в текущей игре, которая запущена, можно быстро отключить любые звуки. Нажали Mute, все, никаких звуков нет. Мама не спалит, что вы тут опять играми занимаетесь. Так. Ну все. Теперь вариант остался последний. Рассказать, как отлаживать игру, если вы работаете, если вы не в группе работаете, если вы дома. Можно выбрать здесь локальный сервер и можно выбрать сколько игроков вы хотите, чтобы подключилось на ваш сервер. Давайте сделаем двух игроков. Что же получится? Два выбрал, двух. Нажимаю Start. И смотрим. Сейчас вот это окошко станет сервером. И так, зеленый цвет. Нет, это вот нам зеленый цвет, это нам сервер загрузили. Сервер видим. И сейчас должны еще загрузиться два клиента. Вот первый пошел клиент и второй клиент. Вот уже слева видно. Каждый клиент, ну пусть они загрузятся сейчас, чтобы меня тут не тормозило. Так, у клиентов имена, аватар будет ваш, но у клиентов будут имена Player 1 и Player 2. Так. Соответственно, можно индивидуально ходить первому, второму клиенту. Если у вас несколько окон на компьютере, вообще отлично. Так, и вот смотрим на окошко. Еще раз напоминаю, голубой цвет это игрок. И видите, у меня локальный скрипт, когда заходит текущий игрок, он печатает его имя. У этого, в этом клиенте игровом мы видим Player 2. В том клиенте игровом, давайте посмотрим. А вот окно. Здесь Player 1. И смотрим на сервер. На сервере, вот, с зеленым цветом. Кстати, вот, сообщение, это совершенно нормально. Проверяет, в группе мы состоим или нет, наши игроки. Просто такие, будем говорить, предупреждения. Так, ну и что можно сделать? Ну понятно, CleanUp мы здесь остановим. И клиенты, и серверы закроются. Если мы в главном окне нажмем. Ну давайте, я не буду в главном окне. Я сейчас покажу. Выйду из одним клиентом. Вот, я выхожу игроком 2. Так, вышел. Вот, мы смотрим, что игрок один остался. Причем, смотрите, там, где мы запустили вот этот старт, у нас редактор продолжает работать. Мы им не пользуемся, потому что у нас отдельно запущен сервер локальный. Вот он, зеленый. Зеленая. И наш игрок стоит. Вот он. Можно, конечно, окошки как-то разместить одновременно. Несколько. Но это уж как вы хотите. Вот, например, вот так. Можно. Ну понятно, что с друзьями будет отлаживать гораздо веселее. Так, закрываю окошко. И нажму, наверное, клиноп. Он, по-моему, сам закрутится. Да. Закрылся созданный сервер. Остался наш основной. Так, что я сейчас забыл про рассказать. Все, вроде бы, рассказал. Ну ладно. Подписываемся на мой канал. Рассказываем, что он есть. Нажимаем колокольчик. Смотрим премьеры трансляции. Донетики шлем. Если какие-то темы у вас есть интересные, которые нужно осветить, то желательно их спрашивать под видео, в комментариях. На этом пока.